Привет! Герой сегодняшнего обзора рыбка змееголов золотая кобра или его еще называют оранжевый пятнистый змееголов. Название вида именно так и переводится с латинского оранжевые пятна. Родом этот примечательный во всех отношениях хищник из Индии. В основном он обитает в водоемах северо-востока Индии штат Ассам. В местах обитания этого змееголова во время сезона дождей реки разливаются и хищник запросто путешествует из водоема в водоем по залитым водой участкам суши. Мало того, во время таких путешествий змееголовы могут выкапывать норы под временно залитыми водой корнями деревьев. Такие норы достигают двух метров глубины. Вода в них может оставаться вплоть до следующего сезона дождей и змееголова пережидает в таких норах межсезонье. Также местные жители утверждают, что змееголовы могут запросто ползать среди влажной травы в поисках подходящего места обитания. Несмотря на свои размеры и известность среди местных жителей, этот вид змееголова был описан учеными сравнительно недавно, в 2000 году. У змееголова длинное тело, спинной плавник проходит вдоль всего тела, а анальный от середины и до хвостового плавника. Хвостовой плавник округлый. Чешуя на голове циклоидная, напоминает кожаные пластины на голове змеи. Отсюда и пошло название этих рыб. Род крупный, как и положено хищнику. У оранжево-пятнистого змееголова, кроме жабр, имеется респираторный орган, облегчающий дыхание. Он состоит из наджаберных камер, которые рыба набирает для дыхания атмосферный воздух. Такая дыхательная система здорово помогает выживать змееголову в условиях недостатка кислорода в воде. И главное выживать на суше, когда приходится перемещаться из пересыхающего водоема в другой, более подходящий для выживания. Окрас у этих рыб весьма привлекателен. Тело от сиреневого цвета у молодых и до серо-коричневого у взрослых. На теле желто-оранжевый рисунок, похожий на зигзаг или кардиограмму. Правда у рыб постарше он уже не такой четкий. И это необходимо помнить при покупке змееголова золотой кобры, чтобы потом не было разочарований. Вырастает в природе до 60 сантиметров, в аквариумах помельче. Прожить может до 10 лет. Самцы стройнее и ярче окрашены. Рисунок на теле более четкий. Самочки побледнее. Температура воды от 20 до 26 градусов. В идеале зимой стоит придерживаться нижнего порога температур, но это не обязательно. Кислотность 6-8, жесткость около 10. На одного змееголова необходимо от 150 литров воды. Аквариум лучше не доливать до самого верха и желательно накрыть крышкой, иначе сбегут из-за особенностей их способа дыхания. Поверхность воды должна быть открытой для свободного доступа к атмосферному воздуху. Если такого доступа не будет, рыба может задохнуться. Причем и аэрация может не помочь. Фильтрация воды обязательно, особенно для крупных змееголовов. Раз в неделю нужно подменивать от 10% воды на свежую. Причем в зимние месяцы можно этого и не делать. Просто доливайте воду взамен испарившейся. В аквариуме должно быть много свободного места. Рыба не из мелких и ей необходимо пространство для разворота. Укрытия также нужны. Эти рыбы любят прятаться и укрытия им понравятся. Аквариум можно декорировать крупными камнями, корягами и зарослями растений. Однако змееголовы очень любят копать в грунте траншеи и норы, и растение может не поздоровиться. Все декорации обязательно должны стоять крепко. Их ставят не на грунт, а прямо на дно, так чтобы их невозможно было подкопать и уронить. Из-за любви к копательным работам, слой грунта для этих рыб должен быть потолще. И фракция грунта не слишком мелкая. Слишком мелкий грунт после бурных раскопок будет летать пылью в толще воды и ни один фильтр с этим не справится. Освещение лучше установить не слишком яркое, а рассеянное. Для этого можно пустить на поверхность плавающее растение так, чтобы образовались затененные участки. Конечно, необходимо оставить свободное место для доступа к поверхности. Хищники-змееголовы предпочитают держаться среднего и нижнего слоя воды. Особой любовью к шустрому плаванию не отличаются. И чем старше рыба, тем меньше эта любовь. Если они сыты и не на кого охотятся, то могут просто лежать в укрытии и наблюдать за происходящими событиями. Как только на горизонте появится жертва, змееголов совершает резкий скачок и хватает ее. Поэтому сажать к нему в соседей различную мелочь не стоит. Особенно к крупному змееголову. Он может ужиться только с шустрыми и крупными рыбами при достаточно большом объеме аквариума. А молодые и мелкие змееголовы сами всего боятся и могут стать жертвой более крупных хищных соседей. К своим сородичам, скорее всего, будут проявлять агрессию. Змееголовы территориальны и стараются гонять сохраняемые ими зоны для охоты своих родственников. Молодые уживаются лучше, чем более старшие и крупные. Крупные дерутся чаще. Из всего сказанного напрашивается простой вывод. Лучше всего содержать этого крупного хищника в видовом аквариуме в гордом одиночестве. Рыба достаточно сообразительная и может узнавать хозяина аквариума. Ну, того, кто чаще кормит. Корм только животного происхождения. Растительные не едят. Можно также приучить их сухим кормам. Из живого хорошо поедает мотыль, дождевых червей, насекомых, креветок, моллюсков и мелкую рыбу. Весной, летом и осенью змееголовов кормят пару раз в день. Зимой можно один раз в день. Разводят их в основном на крупных рыборазводнях. Появление красного пятна у основания грудных плавников говорит о том, что змееголовы стали половозрелыми. Рыбы нерестятся в укромном месте. Самка откладывает около 300 икринок, которые самец забирает в рот и вынашивает до появления мальков, которых охраняет от хищников оба родителя. Первый корм для мальков – зоопланктон. Корма поедают очень много, растут быстро и через пару недель достигают размера 2,5 см. Окрас взрослых у мальков проявляется в двухмесячном возрасте. На этом про змееголовы золотую кобру все. Здоровья вам и вашим любимым питомцам. До встречи на канале. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok